Здравствуйте! Встреча на Думской в эфире. Еще на прошлой неделе общественники Одессы были подняты в ружье на защиту Лермонтовского. Вновь эта тема всплыла, поскольку прошли слухи, что вот-вот начнется выселение. Но вот-вот это продолжается, но все же мы ждем каких-то аксессов вокруг санатория Лермонтовского. И сейчас во встречах на Думской у нас это актуальная тема и гости, с которыми мы ее обсуждаем. Это народный депутат Украины 7-го созыва Светлана Фабрикант и директор санатория Лермонтовский Дмитрий Антипов. Здравствуйте, гости дорогие! Итак, давайте хронологию. Что было в пятницу и что тянется до сегодня? Дело в том, что Министерство юстиции не останавливается в своем непреодолимом желании захватить санаторий Лермонтовский. Напоминаю, что это 10 гектар возле моря. И последний суд, который они, к сожалению, выиграли у санатория Лермонтовского, звучит именно так. О принудительном выселении санатория Лермонтовского с незаконно занимаемых помещений. То есть Министерство юстиции своим волевым решением говорит о том, что 101 год санаторий Лермонтовский незаконно лечил людей и вообще незаконно находился. Теперь Министерство юстиции решает, кто законно лечит, кто незаконно. И более того, они не останавливаются на этом. Они подали на судебное производство и уже в пятницу нам вручили повестку. И сегодня уже пришли судебные исполнители с целью выселить санаторий Лермонтовский из незаконно занимаемых помещений. Сегодня они были уже в санатории и пытались это сделать. Сделали или что там происходит сейчас? Да, буквально два слова, чтобы не перебивать руководителя санатория. Дело в том, что в худших традициях нашего украинского быта и правового в том числе информацию о том, что начато дело производства судебное, принесли в пятницу к вечеру. Знаете, как у нас обычно какие-нибудь резонансные дела, резонансные аресты, задержания, что же такое. Всегда перед выходными, когда люди не смогут отреагировать и каким-то образом подняться. Это же произошло с Лермонтовским. Бумаги были принесены в пятницу вечером. А в понедельник утром в 10 утра пришло 5 человек судебных исполнителей пока не выселять, а описывать имущество. Но именно потому, что одесситы не дремлют, именно потому, что сегодня в санатории живет и лечится и проходит реабилитацию большое количество воинов АТО. Именно потому, что, как вы говорите, всколыхнулось вот это пока, может быть, то общество одесское, которое находится и постоянно присутствует в сетях социальных. Произошло то, что никто исполнителей судебных на территорию санатория не пустил. Да, я понимаю, что это может быть не очень законно, но это сегодня такое проявление гражданской позиции. Может быть, это был фальшстарт, может, это такой вброс, а мы сейчас идем. Проверим. Да, проверим. Вы раз, как в голливудских традициях, да, по фильму, оп, раз-раз, подсуетились. Мы так примерно это и оценивали. Да, понимаете? Да, да. Но на самом деле на добровольное исполнение решения суда у санатория Лермонтовского есть время до 26 числа включительно. Если до 26 ноября санаторий сам, руководство санаторий, не съедет, то 27-го придут исполнители уже выполнять это решение суда. Я не призываю ни к каким там, не дай бог, провокациям с кровопролитием, но я хочу, чтобы те люди, которые принимают такие решения, понимали, что санаторий Лермонтовский на сегодняшний момент может стать той объединительной точкой для одесситов. Для объединительной с точки зрения разных политических взглядов. Забыть все флаги, забыть все там, кто кого любит, кого не любит. Нужно защитить вот то, что есть сегодня в Одессе и не дать, в том числе санаторий Лермонтовский, если его отберут, то мне кажется, что это определенное поругание одесской чести какой-то. И вот то, что благодаря этому решению и появлению этих судебных исполнителей на территории санатория может возникнуть вот этот очаг напряжения, должны понимать те, кто ответственен сегодня за подобные решения. Поэтому, конечно же, руководство санатория, те общественники, которые сегодня разные совершенно, разных политических взглядов находятся рядом и готовы поддержать сохранение санатория. Мы напишем бумаги, уже написали, просто сегодня отдаем их, и в службу безопасности, и в МВД, и в прокуратуру, предупредив представителей всех силовых органов, что здесь могут быть какие-то жесткие волнения, и не дай бог какие-то провокации. Чтобы силовые органы понимали, что мы предупреждаем, что этого нельзя ни в коем случае допустить. Допустить подобное применение и исполнение подобных решений. Ну вот, Светлана, можете себе позволить, как сейчас общественник, на таких, да, на началах, вот такой протест эмоциональный, патриотичный по отношению к Одессе? А ничего не изменилось, Олег, я всегда такой была? Нет, да, но я вот дальше иду к директору, а ведь директор санатория, вот вы, Дмитрий, вы же понимаете, что есть, это не просто волеизъявление чиновника из Минюста, есть решение суда, есть еще одно решение суда. Понимаете, что если речь идет о законопослушности, вот как это, вы собираетесь это обходить или будете идти на пролом, осознавая всю ответственность, правовую в том числе, может быть, даже административную и уголовную, я не знаю. Вы знаете, угрозы со стороны чиновников ко мне поступают уже более 10 месяцев. Я еще расскажу, я не боюсь ничего, и санаторий Лермонтовский нужно отстоять. Чем бы я не рисковал, но тут вопрос не во мне. Действительно, мы сегодня, Светлана Самуиловна, еле уговорили людей не строить сегодня баррикады. Мы наоборот, мы стоим за то, чтобы максимально мирно решить этот процесс. Суды еще не закончены, еще впереди касация. Давайте приостановим чиновников, потому что им хочется иметь сегодня. И же не интересует, что будет через год в этой стране. Их интересует сегодня конкретный объект. Давайте дождемся решения этих судов. Куда спешить? Ну вот есть у нас отправной пункт 26 ноября. После него, если не будет исполнено решение суда этой апелляции, ну вы опять, да, вы говорите, что есть еще поданы жалобы, что вы еще ожидаете. Но тем не менее, по факту, законно, извините, законно будут действия силовиков, если они придут там в этих маски-шоу, всех вытащат. Это будет законно, да, как это предотвратить? Или можно ли это предотвратить? Как вы собираетесь бороться? Просто если идет о Майдане, там, Майдан Лермонтовский. Да, да, мы уже говорили сегодня, люди готовы к этому, одесситы готовы к тому. Они так и называют. Вот такое впечатление, что вы были там сегодня утром. И одесситы так и говорят, что нужно создать Лермонтовский Майдан. Я просто очень надеюсь на то, что силовики в том числе, особенно одесситы, понимают, одесситы-силовики, понимают, что этого допустить нельзя. И вместе с нами, надеюсь, нас услышат сегодня и руководители области, и руководители города. Не говоря уже о том, что, конечно же, мы не говорим сегодня об этом, но мы ведь тоже не сидим сложа руки. И тоже сегодня пытаемся быть услышанными и на уровне администрации президента, и на уровне кабинета министров, и многих других инстанций, которые могут повлиять сегодня, а не просто повлиять, а наверняка имеют отношение к подобным решениям. Если они не хотят точки напряжения в Одессе, они должны одесситов услышать. Ну вот есть у нас очень много, ну прям не очень, но много различного толка патриотических или просто общественных организаций, которые заточены под протесты, под Майдан и прочее. Кто-то из них уже вызвался, или, может быть, вы обращались кому-то с инициативой поддержать? Ведь на одних штыках Сатунников-Лермонтовского это движение не протолкнуть. Вы абсолютно правы. И сегодня вот то, с чего я начинала, когда я говорила о том, что Санкт-Лермонтовский на сегодняшний момент оказался вот тем центром объединения людей совершенно с разными полярными, в том числе и политическими взглядами. И вот когда эта ситуация начала раскручиваться, и этот ком снежный начал расти, то выходить в адрес Анатолия Лермонтовского, в социальные сети, начали, знаете, если мы разберем так примитивно и грубо политический спектр Одессы, как говорят, мне просто очень не нравятся эти названия, но тогда всем понятно. От ватников до патриотов. Да. До патриотов все начали созваниваться, выходить на связь и говорить, что мы готовы стать рядом. Поэтому, конечно же, есть сегодня представители и тех людей, кто заточены, как вы говорите, на протестные акции. Они уже вышли и к руководству санатория, и были в том числе и утром сегодня. И те, кто считают, знаете, что сидят сегодня по домам запуганные и вообще не хотят ни в чем участвовать. Вот санаторий Лермонтовский объединит сегодня всех одесситов для того, чтобы мы почувствовали, что мы все-таки умели договариваться и защищать себя. Юридический фронт. Дмитрий, вот какие усилия сейчас вот в этом направлении вы предпринимаете? Вы сказали, что после этого суда вы предпринимали еще какие-то правовые действия, потенциально правовые действия, на что, чтобы зритель понимал, на что вы опираетесь? То есть на что вы рассчитываете? Дальше надзорная инстанция судебная или что дальше? Ну, во-первых, мы обжаловали само исполнение решения суда, уже мы обжаловали. Потому что мне и юристам, и одесситам не до конца понятно, как можно исполнить решение суда о выселении санатория. То есть 26-го вечера я должен подойти к коллективу 200 человек, 300 человек у меня отдыхающих. Давайте сегодня вечером мы выйдем на Белинского и будем теперь находиться там. Как это можно сделать? Пусть министерство юстиции мне об этом разъяснит. Мы обжаловали. Плюс сейчас подано касаться в Киев и ждем еще решения оттуда. Более того, сейчас мы готовим обращение в Европейский суд. Потому что то, что происходит, то, что министерство юстиции, пользуясь давлением на судебную машину, в интересах себя выполняет ряд действий, ну это настолько абсурдно, настолько дико звучит. Вот я недавно списывался со своими коллегами, которые работали в Германии, они мне просто не поверили. Сказали, что такое не может быть. В правовом государстве? В любом государстве. Не, в любом может. В авторитарном запросто, по щелчку. Он есть у нас сосед. Любое решение любого суда, да, сейчас вам под одного человека подпишет. Да, понятнее, да. Вы знаете, я хотела бы, наверное, обратить внимание еще и вашей, и вам, может быть, это будет интересно, и Одесситам в том числе, что, вот кто-то говорит, что этим занимается только коллектив санатория, и, может быть, там не очень, как я говорю, здоровые на голову общественники. Нет. Мы сегодня, когда стали мы говорить о том, что мы по всем возможным фронтам пытаемся зайти для того, чтобы объединить всех и защитить санаторий, мы сегодня общались с большим количеством авторитетных одесситов. Сначала мы были у Иосифа Львовича Бронза, который возглавляет коллегию адвокатов, и который согласился стать рядом. Потом на связь вышел Дмитрий Спивак, тоже известный в Одессе общественный политический деятель, который сказал, я тоже готов стать рядом. Только что мы общались с Сергеем Рафаиловичем Гриневецким, почетным гражданином области города, который тоже готов стать рядом. Перечень этих людей довольно большой, которые говорят, давайте соберемся вместе. И идея наша такова. Для того, чтобы помочь сегодня коллективу, санаторию и одесситам, мы создадим попечительский совет. Очень быстро. Такой попечительский совет из одесских известных, одесских авторитетов. В хорошем смысле этого слова. Создадим этот попечительский совет, который тоже будет иметь право представлять интересы санатория уже по своим ветвям, как они это могут. Кто-то в Верховной Раде, кто-то в Кабмине, кто-то на международном уровне. В общем, всем миром постараемся этим заняться. Ну, по-другому, наверное, не получится, поскольку, если уж система нацелилась, то остановить это будет очень сложно. Кстати, по поводу решений судов, надо сказать, что иногда, куда иногда, очень даже часто в последнее время, как раз против системы, вот той новой, которая пытается что-то менять, идут решения суда, вы помните, по коррупционным делам. Я сейчас абстригируюсь от темы Лермонтовского. Вот это просто речь о тренде судебных решений. Очень много в пику системы. То есть вот парадокс. С одной стороны, да, вот новая система реформаторская, которая пытается вклинить и подавить старую, но под старой системой работают суды, которые иногда выносят решения против системы, а иногда за. Вот непонятно. Вот мы в такое время живем, когда каких-то шаблонов нет, по которым можно решить эту проблему. Поэтому всем миром, поэтому вот так вот настойчиво, уверенно и, ну, наверное, правильным путем идем, товарищ. Посмотрим, почему все закончится. Ну что ж, вам удачи и мы держим руку на пульсе. Спасибо, что пришли. Спасибо. Напомню телезрителям в гостях у нашей программы встречи на Думской была Светлана Фабрикант, депутат Верховной Рады с 7-го созыва и Дмитрий Антипов, директор санатория Лермонтовской. Спасибо, что вы с нами и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»